МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. В случае попадания снаряда, ну, убить не убьет, может, слегка контузит. Рассвет после обстрелов. Жизнь на Донецкой высоте. Некоторые можно купить и на секонд-хенде за копейки. Бриалин в волосах, клетка на пиджаке. Как вернуться в 60-е? Искушение послом. Почему Ватикан против французского дипломата Гея? Сегодня в Киеве попрощались с бывшим нардепом-регионалом Олегом Калашниковым. Церемония была более чем скромной. Большинство его экс-соратников не пришли. Почему? Подробнее Елена Зорина. Здесь нет шикарных машин и узнаваемых лиц. Лишь небольшие группы людей с цветами в сквере и возле храма. Это Ильинская церковь. Сегодня здесь прощаются с бывшим нардепом-регионалом Олегом Калашниковым. Для меня это товарищ боевой офицер, который погиб от пули. Мы сегодня не хотим никакой политики. Мы хотим просто проводить последний путь свой товарищ. Здесь близкие друзья, родственники и знакомые. Большинство немногословны. В храме все проходит за закрытыми дверями. Длится не больше часа. Олега Калашникова убили в среду вечером. Застрелили под дверями собственной квартиры на виноградаре. За ее следствием несколько версий. Это убийство с целью ограбления и бизнес-разборки может быть и политика. В частности, антимайдан и доставка тетушек в Мариинский парк. Поговаривают, что Калашников собирался дать показания по тем событиям и рассказать о тех, кто их финансировал. А вот родные Калашникова связывают все с его нынешней деятельностью. Поврозы поступали постоянно и в социальных мережах. Ромадянская позиция, с которой он жив. В последний раз на публике его видели в начале марта. Он вместе с женой приезжал в Феофанию прощаться с Михаилом Чечетовым. Сегодня в том же месте прощаются уже с ним. Из бывших соратников здесь всего двое. Экс-министр семьи молодежи и спорта Виктор Корш и спортсмен Эльбрус Тадеев. Может заняты по своим личным бытовым. Я никого не желаю, честно. Нигде, ни на какой части территории Украины. В рядах бывших членов партии региона в нынешнем году это уже четвертая смерть. Трое Чечетов, Мильник и Пиклушенко покончили жизнь самоубийством. У нас на свадьбе какой-то мы увидимся. Ни на дне рождения, ни на крестинах, чьих-то детей. Это уже традиции очень. На кладбище процессия собирается с почетным караулом. Автобус для пришедших полупустой. У венков тоже немного. Похоронили Калашникова на Берковецком кладбище в Киеве. С Андрея Клюева сняты подозрения в причастности к убийствам на Майдане. Причина – нет доказательства. В этом пишет украинское информагентство, ссылаясь на ответ генпрокуратуры на запрос издания «Тыждень Юэй». В ответе журналистам говорится, следствие в отношении бывшего секретаря СНБУ времен Януковича остановлено, поскольку он находится в розыске. Мы сейчас пытаемся проверить достоверность этой информации в генпрокуратуре и СБУ, пока никакого ответа нам получить не удалось. Жаркая ночь сегодня выдалась в Песках. Как боевики накрывали снарядами позиции украинских военных, видела и наша съемочная группа. А на рассвете, когда обстрел закончился, Ирина Баглай побывала там, куда раньше военных журналистов не пускали. Высота крайней оппозиции украинских войск над взлетной полосой Донецкого аэропорта. Ее бойцы 93-й бригады взяли 4 месяца назад, буквально врезались в мерзлую землю. Теперь же она дает возможность контролировать передвижение боевой техники боевиков и их атаки. Глинистый склон в 20 метров высотой, а в нем соты норки. Жизнь и комфорт на линии огня зависят от самого солдата, поэтому такую, говорят, можно и за сутки вырыть. Из подручных средств только лопатка. С комфортом живем. Примерно 2 на 1,5 спать можно. В случае попадания снаряда, ну, убить не убьет, может, слегка контузит. Ну, как-то не успеваешь думать о том, что замкнутое пространство, сыра, грязь. Это сейчас здесь потише, а зимой и голову поднять не могли. Подъезжали под плотным минометным огнем. До сих пор воронками все поле усеяно. Высоту бойцы продолжают, как они шутят, реконструировать. Их задача удерживать ее и наблюдать. Пульсар, пульсар, я, Матвей, наблюдаю, наблюдаю движение, движение двух коробочек в сторону Песа, как принял меня прием. Этой ночью рации не умолкали. Пески опытные, водяные. Боевики били по ним из всего, что потяжелее. Мы слышим обострение ситуации в Песках. И мы слышим, что вдоль взлетной полосы, то есть откуда-то из района Спартака, стреляют гаубицы. То есть это 152 миллиметра, 122 миллиметра. То есть и по нам вот на прошлой нашей смене, ну, порядка двух десятков снарядов калибров 122 миллиметров. А вот на рассвете противник вел замешательство армейцев. Мы развернули стволы, получается, на свои позиции и начали обработать свои позиции. Эта позиция у них там завод называется. Вот. Это опять же, насколько я понимаю, это Сомали работало по какой-то другой группировке. Не сомкнули глаз и медики 93-й бригады. От них зависит спасение раненых. К счастью, в этот раз выездов у них не было. Несмотря на плотный огонь боевиков, армейцы выстояли без потерь. Но полевая операционная уже на готове. Капельницы, катетеры. Два стола сложных в месте, для того, чтобы, да, можно было чека положить. Перчатки под рукой, видите, салфетки под рукой. Максимальная чистота. Операции медики не проводят. Задача бригады – стабилизировать состояние раненого и быстро эвакуировать в госпиталь. 50 километров за полчаса по бездорожью. Делится рекордом медик Андрей. Сам доброволец на фронт пришел из Мирной Винницы, где был врачом-акушером. Там жизнь появляется, а здесь она возвращается. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук из Донецкой области. Подробности – телеканал Интер. И прямо сейчас Ирина Баглай с нами на связи. Ира, здравствуй, какие последние новости? Здравствуй, Наташа. По последней информации военных, которые держат оборону в районе Донецкого аэропорта, там сейчас тихо. Прекратились даже перестрелки. Последний раз боевики из Гаубиц ударили по-опытному два часа назад. И есть хорошие новости. Военные вычислили место расположения минометов противника, из которых последние дни обстреливались пески. И ликвидировали эту вражескую огневую точку в селе Жабуньки. Там находится место, где укрепились боевики. И сегодня на подконтрольной Украине территории, на станциях Кривой Торец и Волноваха служба безопасности совместно с фискальной задержали 100 вагонов с металлоломом и углем. Их злоумышленники по поддельным документам пытались вывезти с оккупированной части Донбасса и продать, а средства отправить на нужды бандитской группировки ДНР. А вот в районе Курахова, Марьянки, пограничники дважды за эти сутки на посту остановили попытки незаконно вывезти несколько миллионов гривен, также с занятой боевиками территории. В обоих случаях ведутся следственные действия, а грузы изъяты и арестованы. Наташа, это пока что вся информация. Спасибо, Ира. Ирина Буглай была с нами на связи. Еще один мой коллега находится в зоне боевых действий. Это Геннадий Вивденко. Гена, здравствуй. Как прошел день на твоем участке? К северу района боев вблизи Донецкого аэропорта в так называемых секторах С и А происходило следующее, Наталья. Наиболее жарко за сутки было возле оккупированной Горловки. В частности, противник стрелял по украинским позициям из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Более того, в районе поселка Шумы боевики попытались провести разведку боем. По разным данным, от двух до трех вражеских танков открыли огонь по украинским позициям. В целом, на этом участке фронта наши бойцы отмечают явную активизацию противника за последнюю неделю. У нас на празднике было двое с половиной суток какая-то такая щемящая тишина. А сейчас уже все нормально, уже начали работать. Единственное, что как-то, если раньше работали по времени, то сейчас еще в ритм не вошли. И немножечко усилились, потому что, если вот до праздников работало только там, ну, какие-то относительно легкие виды стрелкового оружия, то сейчас, вот вчера уже прилетали 120-е мины. Или выстрелы из САУ. Стреляли из танков, мнимнотів, гранатометов. Ну, уже всего подряд. И то получается со стороны Зайцева и со стороны Телькона. Можно сажурить? По крайней мере, бывало и лучше, а и хуже. По информации армейской разведки в Горловке, на этой неделе сосредоточены колоссальные силы противника. Это танки, САУ, другая боевая техника. Ее пока прячут в заводских цехах. Напомню, Горловка – это промышленный город. Также вражеская техника рассредоточена в городских жилых кварталах. Украинские бойцы уверяют, готовы к провокациям. Ну, им вірить нельзя, во-первых. Они уже не раз нарушали мирный договор. То, может, в любую минуту и пойти. То, мы постоянно в боевых готовностях. Если что, ждем их в гостях. Ну, и завтра поминальный день для большинства жителей Донбасса. На наших блокпостах сообщают, каких-либо ограничений на передвижение граждан не предвидится. Саперы несколько недель подряд разминировали кладбище. Хочу отметить, что если будут новые обстрелы боевиков, наши саперы вряд ли успеют убрать все неразорвавшиеся боеприпасы. По прогнозам страшного не обещают. Вказки пропускать всех в обычном режиме. То есть, никаких специальных вказок пока что не поступало. Активизировался противник в секторе А. Это Луганская область. В поселке Трехизбинка был настоящий бой. Шел два часа. Несколько диверсионных групп противника неудачно попытались прорваться через полуразрушенный мост на Северском Донце. Ранены два украинских бойца. По предварительной информации. Также боевики обстреляли из тяжелой артиллерии. Поселок Валуйское. Близи станицы Луганской. Разрушены два частных дома. Обошлось пока без жертв. Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко из Луганской области был с нами на связи. Каким был этот день в оккупированных городах? Давайте послушаем жителей Донецка, Луганской и Горловки. Вчера на Кремлевском стреляли. На этом самом, потом на Северном поселке, на Кремлевском стреляли. Дома каждый день палить. В подвалах там живут уже несколько, может, семей. Все по уезжали. Люди подпекали всем. Каждый день это самое. Вот идут, то с больницы кто-то едет. Уже отнашились. Уже текают люди, бегут, прячутся. Каждый день обстрелы. Продолжается у нас проезжание военной техники. Продолжается у нас очень большое беспокойство по поводу дальнейших военных боевых действий на нашей территории. Очень все встревожены. Стоятся, что не было возобновления того кошмара, который у нас был. Нет лекарств. Очень плохо с поставкой продукции. Захарченко говорит о том, что 90% о том, что будут возобновлены военные действия, потому что нам нужен Мариуполь. Вот очень нашумевший случай, что в районе квартала его пожилая чета пенсионеров у пенсионеров умирает просто от голода. Самый плохенький килограмм мяса стоит 120-130 гривен. За социальные работы платят в основном, скажем так, сухпайками. Плачевские платят за трудодень по уборке парков, парковые зоны, например, буханку хлеба. Не работают ни банки, ничего не работает. Это сфера предприятий, которые раньше сотрудничали со всем миром. Они не работают, потому что это банановая республика. Украинская сторона готова обеспечить демилитаризацию своей зоны ответственности в Широкине, если боевики будут полностью соблюдать режим тишины в течение определенного времени. Что происходит в Широкине, мы сможем узнать у Львины Сидбулаевой. Она выйдет с нами на связь буквально через несколько минут. В Симферополе напали на Леонида Кузьмина, проукраинского активиста одного из организаторов акции. Ко дню рождения Тараса Шевченко. Двое неизвестных избили его вчера поздно вечером возле собственного дома. По словам пострадавшего, парни спросили, который час, ударили его бутылкой по голове и избили ногами. У Кузьмина сотрясение мозга, ссадины и порезы на лице. Он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело, но от комментариев крымские правоохранители уже традиционно воздерживаются. Один из них узнал во мне того человека, который организовал день рождения Шевченко в Симферополе, сказал, что я фашист, укроп, как такие могут жить в Крыму, что мне не место, что надо нас всех отсюда убрать. Напомню, Леонид Кузьмин в марте этого года организовал в Симферополе акцию памяти ко дню рождения Шевченко. Тогда, за использование украинской символики, его и еще двоих участников митинга задержали. Суд приговорил их к 40 часам общественных работ. Минус один. Александр Лукашенко не приедет на парад в Москву. Президент Беларуси пополнил список лидеров, отказавшихся от посещения столицы России 9 мая. Лукашенко, к тому же, раскритиковал коллег по цеху, мол, они отказались ради выпадов против России. А у него уважительная причина. В Беларуси запланированы собственные мероприятия, посвященные юбилею Победы. И кроме главнокомандующего, некому принимать парад в Минске. Пожары в Сибири и Забайкале. Масштабные паводки на Алтае как нестандартно решили бороться с природными катаклизмами в России. И причем здесь благодатный огонь, знает Вениамин Трубачев. Он в Москве. Пожары в Забайкальском крае потушить не удается. Слишком большой масштаб. Огнем охвачено больше 100 тысяч гектаров. Сгорели целые поселки. Тысячи людей остались без крыши над головой. Вот на помощь людям и спасателям, которые не могут укротить огонь, пришли священники. Они молятся, чтобы пожары прекратились. И даже решили привезти в пострадавшие районы благодатный огонь. В надежде, что он остановит огонь стихийный. Пока, правда, все тщетно. И местные жители показывают, что осталось от их домов. Люди остались без домов, без построек. Элементарно было бы хотя бы по одной машине МЧС, по одному наряду пожарной безопасности. Можно было всего этого избежать. Одновременно в Алтайском крае совершенно противоположные проблемы. В этом районе начался паводок. Ситуация ухудшается из-за теплой погоды, которая привела к интенсивному таянию снега. К тому же в регионе идут дожди. Вода уже разрушила десятки дорог и затопила сотни домов. И в некоторых районах введен даже режим чрезвычайной ситуации. Много было снега. С осенью земля была напитана, так что земля у нас влаги нисколько не забрала. Очень тяжелое положение именно с грунтовыми водами. Не столько с паводками, но грунтовыми водами. Интересно, что в Забайкальском крае ежегодно происходят масштабные пожары, а в Алтайском всегда в эту пору года паводок. И местные жители возмущены, почему власти ничего не делают, чтобы предотвратить бедствие. Но в ответ тишина. Вениамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Москва. Количество обстрелов на Мариупольском направлении значительно сократилось. Как соблюдается режим тишины? Кто покидает оккупированные территории, а кто наоборот возвращается? С подробностями Эльвина Сейдбулаева. На трассе Мариуполь-Наваазовск очереди машин. Одни выезжают из оккупированной территории, другие наоборот заезжают. Но только на выходные. Прописано на территории Украины здесь живем. Но там у нас есть маленький домик, который мы тоже иногда навещаем. И смотрим за ним, за его состоянием. Посадили вот огород. Хорошо сейчас. Война кончится, будем урожай собирать, наверное. Я так думаю. А с продуктами есть проблемы-то? А мы отсюда везем? Мы отсюда везем продукты. Я живу в городе, а у меня дом безымянный. С тяжелыми сумками в руках эти женщины добираются домой. Пешком. Почти 7 километров. Автобус в Палополь не ездит уже несколько месяцев. В селе даже воды пить его нет. С Нового года хлеб ни разу не завезли. Чтобы поехать в город, что-то купить, я вынужден за дорогу заплатить, нанять машину. Мне обходится 100 рублей. У меня пенсия 1049. Днем, в период затишни, наши военные продолжают укреплять позиции. Ночью на оккупированной территории слышат передвижение вражеской техники. Это Широкино. Здесь когда-то был элитный коттеджный городок. Сейчас одни руины. Тут нет наших позиций. Но российских боевиков это не остановило. Наши позиции в других местах. Но для артиллерии именно противника они играют. Они бьют по площадям. Широкино миссию ОБСЕ ведет круглосуточный мониторинг. Европейцы намерены внимательно следить за режимом прекращения огня. Эльвина Седбулаева, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Эльвина с нами на связи. Эля, здравствуй. Расскажи, что сейчас происходит на окраинах Мариуполя. Да, Наташа, российские боевики нарушают режим тишины. После обеда снова открыли огонь по нашим позициям. Кроме стрелкового оружия применили и 120-мм минометы, и самоходные артиллерийские установки калибра 152 мм. Оба эти оружия запрещены согласно минским договоренностям. Наши же военные открыли огонь в ответ лишь из разрешенного 82-мм миномета. С нашей стороны нет погибших и раненых. А вот потери противника сейчас уточняются. Сейчас на окраине и в самом Мариуполе спокойно и не слышны залпы тяжелых орудий. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева из Мариуполя была с нами на связи. Канада нам поможет с нелетальным вооружением. В ближайшее время из Торонто в Украину отправят 238 приборов ночного видения на сумму 1 млн долларов. Кроме этого, Канада обещает передать тысячу медицинских комплектов и мобильный полевой госпиталь с радиостанциями. Громкая дипломатическая тишина между Ватиканом и Францией. Святой престол уже несколько месяцев не подтверждает аккредитацию послу, не скрывающему свою сексуальную ориентацию. Все подробности у Софии Гордиенко. Лоран Стефанини во французских дипломатических кругах человек-легенда. Шерпа, то есть доверенное лицо Сарказина о саммитах Большой Восьмерки и Большой Двадцатки. Шеф протокола Елисейского дворца. Для него пост в Ватикане – возможность отдохнуть от дипломатических галер в живописных окрестностях собора Святого Петра. Тем более, что место это ему уже знакомо. Ранее Стефанини уже был вторым человеком в посольстве Ватикана. Он практикующий католик, холостяк, достаточно образован. И вот 5 января его номинировали на пост посла. И проблема в том, что с этого времени ответ так и не был получен. Но на языке дипломатов молчание значит отказ. В 2008-м Святой Престол уже отказал в аккредитации послу Греции Жан-Люк-Ль-Джорджу, который, в отличие от Стефанини, своей ориентации не скрывал и открыто жил с мужчиной. Но это было еще до Папы Франциска. Нынешний понтифик к таким людям относится с христианским пониманием. Надо различать гея и кого-то, кто представляет гей-лобби. Любое лобби – это плохо. Но если кто-то является геем, ищет Бога с открытым сердцем, кто я такой, чтобы его судить? От понтифика-реформатора ждут теперь не только реформаторских речей, но и деяний. Например, дать добро на кандидатуру Стефанини. Хотя во Франции все чаще говорят, что не папа отказал дипломату. По информации многих обозревателей, блокируют кандидатуру Стефанини влиятельные французские католики, которые не смирились с законом о гомосексуальных браках. И хотя сам архиепископ Парижа поддержал французского дипломата, Ватикан до сих пор очень громко молчит. И все-таки святой престол понять можно. Ведь одно дело принимать, а другое поощрять. Лоран Стефани – человек видный, симпатичный. Многие святые отцы тоже очень и очень ничего. Вот и отказали дипломату, дабы никого не вводить во искушение. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Индер. И три недели-то парламентских выборов в Великобритании. Почему Дэвида Кэмерона не будет на втором раунде дебатов? В чем отказали шотландцам? И есть ли шансы у лейбориста Милибенда? Расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Пять лидеров партии, каждая из которых сражается за свой кусок власти. Это последние теледебаты политиков. Нет, на голубых экранах они еще будут появляться не раз, но по отдельности. До выборов три недели. И это последний шанс вывести друг друга на чистую воду. Или, как уже сделала лидер националистов Шотландии, начать договариваться. Все политики понимают, победившая партия не наберет необходимых 326 мест и будет вынуждена создавать коалицию. Я никогда в жизни не пойду на сделку с консерваторами. Мое предложение Эду Милибенду. Если он готов стать лучше, чем консерваторы, я готова сотрудничать, дать ему возможность заменить консерваторов. Предложение более чем щедрое. Шотландским националистам прочит около 50 мест в палате общин. Но предложение руки и сердца было жестко отвергнуто. У нас очень разные взгляды. Я не буду вступать в коалицию с шотландскими националистами. Мой ответ – нет. Иммиграция, экономика, здравоохранение – все это вызывало жаркие споры участников, среди которых также лидеры партии «Зеленых», Уэльса и независимости Великобритании. Но вот что объединяло всех – нелюбовь к действующему правительству, которая проигнорировала данные события. Дэвид Кэмерон изначально согласился всего на один раунд. Дебаты состоялись 2 апреля с участием всех семи главных партий страны. Но телевизионщикам этого оказалось мало. Они решили устроить второй раунд даже без Кэмерона. Выкрутились так, мол, это оппозиционные дебаты. И автоматически дисквалифицировали лидера либеральных демократов, участников нынешней коалиции. Казалось бы, отказавшись отвечать на нападки конкурентов, Кэмерон сделал себе хуже. Но получилось наоборот. Аналитики называют именно лидера консерваторов, победителем этих дебатов. Мол, избиратель запомнит не отсутствие Кэмерона, а разногласия между остальными партиями. И просто не рискнет менять более-менее спокойное настоящее на неизвестное будущее. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Велосипедные тренды Лондона, запрет на селфи в Каннах и бомж-миллионер во Флориде. Об этом не только в нашем обзоре. Из грязи в князи у бездомного из Флориды нашелся банковский счет. Джон Хилинский несколько лет жил на улице после того, как его обокрали. В итоге попал в центр для бездомных, где ему начали восстанавливать документы. Оказалось, у Джона есть еще и банковский счет с накоплениями, которых хватит на новый дом. Плюшевый мишка стоимостью в дом. В Британии молодая пара удачно купила сувенир во время гаражной распродажи. Фиолетовый медвежонок за 10 фунтов оказался одним из 100 в мире, которых выпустили в память о принцессе Диане. Их цена в интернете доходит до 90 тысяч долларов США. Парень с девушкой выставили лот на продажу. За вырученные деньги планируют заплатить начальный взнос за собственное жилье. Никаких селфи на красной дорожке. Организаторы Каннского фестиваля запретили звездам фотографировать самих себя. Мол, нелепо это и смешно. Останавливаться каждые два метра и корчить рожу перед смартфоном. Запрет, правда, носит рекомендательный характер. Формально ввести его невозможно. Ранее актеры первой величины не раз отличались самострелами на различных церемониях, которые вызывали бурную реакцию в соцсетях. Животные сквозь призму воды в зоопарке Тель-Авива сняли уникальное видео, как пьют разные звери. От львов, которые расплескивают все вокруг, до лемуров, аккуратно лакающих водичку языком. Носорог складывает рот трубочкой, как пылесос, втягивает в себя воду. Зебры тоже тянут через зубы. А вот жирафов назвали самыми элегантными. Они пьют почти незаметно. Чтобы запечатлеть эти кадры, камеры пролежали на дне 30 часов. Пернатая посылка спасена. В штате Джорджия сотрудники почты передали защитникам животных около тысячи цыплят и нескольких утят. Запакованных в ящики птенцов кто-то пересылал по почте еще на Пасху. Но они так и не дождались получателя. Кто отправил живую посылку, на почте не говорят. А волонтеры уже ищут, куда пристроить потеряшек. На велосипеде в твидовом костюме. На ежегодный заезд леди и джентльмена в Лондоне собрались сотни любителей винтажа. Кепки, жилетки, шляпки, рюши. Единственное правило для участников – одежда должна соответствовать духу старой Англии. Транспортные средства тоже украсили соответствующим образом. В конце дня среди велосипедистов выбрали главного модника. Но у нас сегодня в моде бриолин и клетка. В центре украинской столицы 60-е и новые версии уличного фастфуда. На что способен украинский производитель, видела Ольга Рыцарь. Пиджаки в клетку, брюки, дудочки, яркие юбки, гавайские рубашки и набриолининые волосы. Это парад стиляк. Так киевляне решили вспомнить молодежные движения 60-х. Чтобы воссоздать американскую моду, вещи искали не только у бабушек и дедушек. Некоторые можно купить и на секонд-хенде за копейки, например. 20-10 гривен. Стиляги с пренебрежением относились к советской идеологии. Любили свободу и яркий образ жизни. А еще музыку и танцы. Например, вот этот – вуги-вуги. Любимый танец стиляк. Главное не выше, быстрее, сильнее. А главное энергия. Вот отсюда. А на другом конце Киева собрались любители фастфуда. Желающие блеснуть своими кулинарными талантами не смогли уместиться на 62 тысячах квадратных метрах. Для нас самая основная цель – сломать стереотип наших людей о том, что уличная еда – это плохо. Ребята умудряются даже борщ делать так, что этот борщ – это уличная еда становится. Бургеры, салаты, мидии, рапаны и шаурма. Все готовят открыто. При покупателях даже тесто замешивают и жарят. Чебуреки – две минуты и готовы. Можем смиксовать мясо с сыром. Мясо с сыром, помидор. Если клиент пожелает, с картошкой делаем. Делаем зимой с тыквой, с яблоками делаем. Здесь не только едят, но и развлекаются. Диджаи, арт-площадки, мастер-классы, посетители не протолкнутся. Нам понравится пример европейских стран. И там это нормально. Приехать на маркет, выпить вина, стаканчик, поесть добро паэль. Правда, мэйты в Украине. С гордостью сделано в Украине. Это наш девиз. А это уже фестиваль в поисках мэйт в Украине. Здесь только украинские производители. Уверяют вещи с атикеткой сделанной в Украине сейчас очень популярны. Здесь ломают свои стереотипы. Украинский производитель может делать не только красивые безделушки, а и любые товары. От зубной щетки до гаджетов. Главный критерий – полный цикл производства в Украине. Гордится есть чем, уверяет депутат Виктор Пензенек, который тоже здесь. Фестиваль в поисках украинского проходит уже третий раз. А только сегодня, посчитали организаторы, его посетили более 10 тысяч человек. Ольга Рыцарь, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. Сильвио Берлескони продает контрольный пакет акций «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ. Бизнесмен из Таиланда получит 30% акций футбольного клуба за 330 миллионов евро. И до конца года должен купить еще 40% за 440 миллионов. Себе же бывший премьер оставит 30% акций и останется почетным президентом клуба. И сегодня, сразу после нашего эфира, на интере большой бокс интерконтинентальный чемпион по версии W в тяжелом весе Александр Усик против действующего чемпиона России Андрея Князева. Не пропустите. В 8 часов вечера завтра в этой студии подведут итоги подробности недели. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok